Выборы президента все ближе, а пойдет ли великий кормчий найти выборы, об этом до сих пор молчок. Хотя времени-то осталось декабрь, январь, февраль, все царские халуи говорят и пишут о чем угодно, только не об этом. Российские президенты, лидеры западных стран, впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующей неделе состоится виртуальный саммит большой двадцатки, и Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие. Планируется и телемост лидеров БРИКС, и вот еще анонс лично от президента. Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ДКБ. Ну а в Москве Путин примет лидера Таджикистана. На, серьезно, ты не верил? Особенно странно все это смотрится на фоне вездесущего Валерия Соловья, ну того лысого дядьки, что слух о скоропостижной кончине светлейшего распустил в октябре, и не вылезает с тех пор из топов информационной повестки из эфиров моих коллег. Каждая вторая публикация даже сейчас. А вот тут господин Соловей еще что-то напел, плюс сами около Кремлевские постоянно подогревают эту кашу. То Песков, как мальчик, оправдывается, да нет, не умер его, что Патрушев весь в черном. Зачитывает что-то напоминающее некролог. Таким лидером стал Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом и в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета безопасности России. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи. Это печально. Хочешь, не хочешь, задумаешься, а может это и не слух был вовсе, хотя вы знаете, у меня есть собственные соображения по данному поводу, и ничего общего с конспирологией они не имеют. Сейчас остановимся на у нас подробнее. Это реальная журналистика, не царская. Это дело, тема сегодняшнего выпуска или царская. Разберемся. Поехали! Для начала хочу ответить на самый главный вопрос. Глупый вопрос, уж простите мне мой французский, но который тем не менее часто слышу, в том числе от своих постоянных зрителей. А зачем вообще нужны эти выборы, если их исход и так ясен, чё ты нам всё время за них втираешь? Платят тебе что ли? Ну, что я могу сказать? Поздравляю тебя, Шальк. Ты балбес. Никого не хотел обидеть, но если коротко, то, наверное, мой ответ должен был быть именно таким. Теперь давайте не коротко и без стёба. А дело в том, что сам вопрос в данном случае сформулирован некорректно. Кому нужны эти выборы? Ну, ты же от имени собственного спрашиваешь, да? Себя имеешь в виду такого? А почему ты решил, что выборы вот эти вот мартовские, кремлёвские ребятишки будут проводить для нас и ради нас? Я имею в виду, россиян, ну почему мы всё время смотрим на это только с одной точки зрения, в смысле на ситуацию? Да на нас с вами им давным-давно наплевать, а уж в текущей-то парадигме холопское мнение господ не интересует от слова вообще. Вы обратили внимание, что последние пару лет даже трёхкопеечных статистов на Путинге сгонять перестали? А ведь раньше-то оно было неотъемлемой частью шоу. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свои решения. Ведь мы за вас газ. За вас. Так ведь, автозаводцы? Давайте вместе. Газ за вас. Газ за вас. Газ за вас. Сейчас всё. Мы ничего подобного не наблюдаем. Крымскую весну и ту нынче широко не праздновали. Почему? Да потому что президентские выборы 2024 это постановка уже не для Вани, в смысле не для глубинного российского народа, на который, как сказал выше ребяткам, плевать с высокой колокольни. Это представление для зрителей правильно, из-за бугра. Вот им надо показать, что царь-то наш ещё ого-го, как бы они там его не клеймили, в какие бы тираны диктаторы не записывали, фигу с дрыгой! Хочется сказать им, наш президент по-прежнему горячо любим скрипцами является и снова будет всенародно избранным лидером, а значит, абсолютно легитимной фигурой. Помните, как в августе, давая интервью New York Times, песков пунтанулся, вот увидите, переизберут, да с 90% результатом! Он неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Для него главное это поддержка людей и главное, может ли он что-то большее сделать для того, чтобы людям становилось лучше жить. Уже много раз президент доказывал, что его ресурс далеко не исчерпан. Сильное заявление. И вот тут случилась загвоздочка. Оказалось, что иностранцы – это не русские кузьмичи, которым можно любую пургу по телевизору задвинуть, выпустить под камеру условную Памфилову, которая наврет царя поддержали даже жители Марса и Венеры. Нифига! С ними такое не прокатит этим, м***я, конкурентную борьбу под аварину или хотя бы ее видимость. Да и конкурентов они хотят наблюдать внушающих доверия, а не спойлеров из числа вечно нализывающих старцев вроде Миронова или Зюганова, а то и вообще каких-нибудь прикорытников второго эшелона системы Собчак, Титов, Бабурин, Суровикин. В этот раз, повторюсь, нужна легитимность, а значит, необходимо что-то ну хотя бы отдаленно похожее на настоящие выборы провести. Это стыд и позор, что сегодня мы находимся вот в таких вот отношениях, и мы все глубже и глубже уходим в этот кризис. Уже не первый раз мы находимся в центрах международного скандала. Мы постоянно являемся теми, кто нарушает международные договоренности. Ну и тут, ребят, ждала засада, произошло то, чего в Кремле ну никак не ожидали, а именно пацаны угодили в яму, которую сами и выкопали. Оказалось, что найти в нынешней России хоть сколько-нибудь вынятных кандидатов, которые могли бы, пусть даже теоретически, но убедить Запад, будто они не куклы Владимира Владимировича, не представляется возможным. Политическую поляну в стране не просто зачистили, ее запылесосили и залили сверху бетоном для верности. Вся оппозиция, ведь даже вот такая оппозиция, иных уж нет, а те далече, кто в тюрьме, кто в бегах оставшихся, запугали настолько, что у людей просто нет никакого желания дразнить гусей, играться в песочнице под названием «Избирательная кампания». Вот это вот президентская, ну давайте хотя бы Муратова вспомним, Нобелевского лауреата или Ройзмана. Тут, надо сказать, признанные на агентам ведь предлагали мужикам поучаствовать в этой предуборной гонке. Послали они всех по известному адресу, и я, как раньше он им говорил, я этих людей понимаю. Выборы-то закончатся, а они останутся. Где гарантии? Что не поедут после лес валить, вслед за бывшими товарищами по несчастью, да даже если такие гарантии в Кремле вдруг дадут. Слушайте, ну когда там слово свое держали? Сегодня гарантии дают, завтра передумали. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Фу. Попытка спасти положение при помощи назначенного оппозиционера, вот этого Бориса Надеждина провалилась практически сразу, поскольку нормальные люди, которые читают статьи и посты в соцсетях немного дальше заголовков, что кстати выгодно отличает их от безголовых ура-патриотов, так вот нормальные люди очень быстро поняли, что это за птица, а уж иностранцы тем паче. И несмотря на то, что господин Надеждин уже развел в медиапространстве какое-то подобие виртуальной революции, мол я иду на выборы, дабы остановить Путина, ну все же все понимают. Чувак всю жизнь в системе, с руки царя четверть века кормится, ну какой из него оппозиционер? Даже не карикатура, жалкое подобие плохого граффити. Я кстати рассказывал про этого кандидата подробно в одном из недавних выпусков, вот в этом, кто не видел, посмотрите обязательно. Кстати, оставлю ссылку в описании. Что за зверь такой и с чем его едят, спросите меня вы, особенно те мои зрители, которые редко включают зомбоящик именно. Это человек из зомбоящика, частый гость всевозможных скандалек и шоу на центральных телеканалах, мало чем отличающийся от других телесказочников, мелькающих у Скобеевой, Соловьевой и Норкиной. Иногда правда может показаться, что чувак и правда какой-то там оппозиционер. Конечно, кто-то мне сейчас может сказать, слушай, ну подожди, ты сам на днях опубликовал у себя в телеграм-канале сообщение о выдвижении в качестве кандидата в президенты некой журналистки из Оржева по имени Екатерина Думцова и даже написал, что знаком с ней лично, что вроде неплохая женщина, справедливая, порядочная. Да, это так. Вот только знал я ее лет 8-10 назад, с тех пор много воды утекло, люди, как известно, меняются, к тому же она уже подепутатствовать успела, как выяснилось, да и не очень-то верится, что в нашей стране вот так вот запросто какая-то журналистка из Тверской области может взять и блякнуть публично, «Одвину-ка я в царица», а и без последствий. Но в тот момент, когда публиковал этот пост, какая-то надежда все-таки теплевая. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Более-менее в кучу мысли начали собираться буквально через пару дней, когда о своем притязании на царский трон заявил еще и опальный арестант Стрелков Гиркин. Ну, это тот самый, который, как и в известной шутке, про Пушкин дописался, Гагарин долетался. Вадимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно из-за того, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Фух, как некультурно. Сразу оговорюсь, то, что скажу дальше, это мое предположение. Я не профессор Соловей и не Ванга, но мыслю так. Похоже, что господа из Кремля решили разыграть очередную многоходовочку, но на новый лад. В чем ее смысл? Вряд ли осознав, что убедительных псевдоконкурентов для своего хозяина за короткие сроки им все равно не найти, ребята пошли на следующую хитрой. Вот сейчас они начнут выталкивать в кандидаты всяких фриков. Надеждин, Дунцова, Гиркин уже есть еще человек 5-7 таких. Нужно какую-нибудь Вику Цыганову, какую-нибудь Ахлобыстину, какую-нибудь Чичерину. Ну, вы поняли, да? И даже, может быть, Памфилова всех этих прекрасных людей зарегистрирует, а потом в какой-то момент народ перепугается, просто напряженностью, потому что даже у самых отбитых наглухо вряд ли возникнет идея, что вот хочется видеть во главе страны какое-то чудо вроде этого. Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я шаманы в гимн России, больше ничего не слушаю. Ну что же, очень интересный случай. Санитары. Вот. И когда, значит, холопы перетрухают, вот тогда на сцену можно будет выводить нашего рыцая в сияющих доспехах под лозунгами «Ну мы же вам говорили, кто, если не великий кольчий, ну не эти ведь». Ладно, растрогается песков, так и быть. Пойду вам навстречу, попытаюсь убедить этого светлого человека спасти рассеюшку в очередной раз, ну а дальше светлый человек. Против десятка фриков, перепуганных жертв зомбоящика, бегущие на участке в первый же день голосования и радостно. В едином порыве, отдающие свои голоса в пользу стабильности вуаля, тут тебе и голосование честно, и легитимность для западных зрителей, вроде как сами же видели, народ слезно просил. Я не хочу осуждать всех, кто уехал по разным причинам, уехал, ну по крайней мере не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы так сказала, подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие люди на копейки, да, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы, сейчас работают. И там, и здесь, ждуные, затаившиеся, не спят. Просто затаились. Мы это все знаем. Вот это бомбит, вот это я понимаю. Понятно, что это один из возможных вариантов, их может быть несколько. Я просто предположил, повторюсь, но мне почему-то кажется, что я недалек от истины. Только не надо сейчас вот этого. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ага. Как будто то, что происходит в нашей стране последние несколько лет, образец благоразумия и здравого смысла. Все. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению нашего видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова